Рассказал служивший в спецназе ГРУ, как капитан воспитывал новичков. Три часа ночи, и звучит тревога. Рота подъем, все встают и через минуту выстраиваются на плацу. Человек 100. И тут капитан сарказмом толкает речь. Бойцы, в эту прекрасную лунную ночь вас ждет незабываемая прогулка. На расстояние 30 км, и если будете себя хорошо вести, на такое же расстояние обратно. И еще, меня терзают смутные сомнения, что некоторые из вас хитры настолько и тупы, что вытащили пластины из бронежилетов. Поэтому предлагаю выйти их из строя. Наказание будет, но не строго. Тишина. Никто не вышел. Ну и чутенько, говорит он. И тут он командует. Разойдись, в одну шерингу становись. В общем, выстроил он их в одну шерингу и достал пистолет. А все знают, что достает он пистолет только в двух случаях. Когда его чистят и когда стреляют. И тут начал говорить в считалку детскую. Два пожарника бежали и на кнопочку нажали пип и выстрелил старшего сержанта. Тут упал. Новички в шоке. И тут капитан рявкнул. Так, кто стоит рядом соседей по шерингу. Осмотрите упавшего. Если он вынул пластину, значит подорвал боеспособность роты. Если же нет, то жив. Старший сержант очнулся. У него вытащили пластину с пулей в пластине. И тут капитан спрашивает. Так, может быть, вспомнили, кто забыл, что вытащили пластину. Предлагаю выйти из строя. Вышли из строя 16 человек. О, говорит он. Четное число. Вот и санитары, которые понесут раненого, указывая на старшего сержанта. Ну а по прибытию вас ждет наказание. И вот, оказывается, был такой секрет, который старослужащие не говорили новичкам. Капитан стрелял холостыми. А у старшего сержанта была пластина уже с пулей. И вот после этого никто никогда не решался вытаскивать пластины. И так вот каждый год он воспитывал новичков.